А какова методика Шейко? Вот про нее столько ходят всяких разговоров. Тебе она хорошо вошла? Потому что что-то он дает колоссальные объемы тренировочного тренировка. Он ведет расчет по количеству подъемов штанги, по тоннажу и средней интенсивности. И процентовая система перерасчета тоже идет. Получается, у него были тренировки расписаны уже на три месяца вперед. И на выходе соревнований, когда на соревнованиях мы выступали, он говорит, вот это, вот это, вот это свое подними. Даже если ты последним станешь, я тебе ничего не буду говорить, потому что я знаю, сколько ты поднимешь, плюс-минус 10 килограмм. Получается чистый расчет, методику он перенес с тяжелой техники, методика расчетов по количеству подъемов штанги, по зонам процентовым и по тоннажу. Ну, по-моему, очень объемные тренировки. Многие, кто пробовали по методике шейко заниматься, говорят, что вообще невозможно. Перетренировываются сразу и все такое. Мне кажется, если начинать, то надо начинать сразу, нигде не занимаясь, чтобы ты был. Также идет для начинающих, потом для мастеров спорта, ну и высшего спортивного ассистента. Либо тяжелоатлетические, или тяжелоатлеты, которые переходят в пауэрлифтинг, им подходит эта система. Ну и, естественно, надо еще смотреть твой собственный вес или средний вес, или тяж, супертяж. Ему 3-4 дня на восстановление, или мне там полсутра надо, чтобы восстановиться. Ну и возраст тоже. У тебя нормально легла, да, вся эта система? Ну да, я был самый первый подопытный кролик, на котором все это испытывалось и отрабатывалось. Ну, кролик это так, условно сказать. Доволен был этой методикой результате? Ну, по большому счету, мне она и вывела к тем достижениям, которые я достиг. Тяжело при этом было? Тяжело, конечно, приходилось сочковать, конечно, когда Борис Иванович уходил к себе в кабинет. Сочковал? Ну, а куда без этого, 4 приседания в день, чтобы приседать. Первый 80%, 80% жим, второе приседание, там 70-75% жим такой же, и вечерняя тренировка такая же. Приходилось сочковать утром, я помню, тяга сплинтов. Я тренируюсь, заходит парень, получается, ну, надо же как-то сочкануть, а как, зал пустой, тягу я делаю, и тренер будет спрашивать, а ты сделал тягу или нет? А если нету флука, что штанга стучит от помостка. Ну, и получалось, парень заходит, я за один конец штангу поднимаю, тах, надо было делать на 5 раз. Второй раз, тах, пятый раз, а бабаху, заходит парень, что делаешь? А ты, говорю, не мешай тренироваться, что не видишь, тренируюсь. Вот так вот сочковали. Продолжение следует...